В ночь перед стартом Паралимпийских игр в Пекине сборную России отстранили от участия. Главное, спортивное состязание планеты принесло нашим спортсменам только боль и разочарование, за которыми тянется ощущение несправедливости, недоумения и вопрос, в чем виноваты мы, спортсмены. Александр Черных, чемпион Олимпийских игр в Калгари 1988 года, высказал свое мнение. Я всегда говорил и всегда считал, что паралимпийцы, спортсмены, они сами по себе уже герои. Они это уже ни в какое сравнение идут с нами, так скажем, а тем более люди, которые добиваются каких-то очень высоких побед. Это просто герои. И так поступать с ними, я считаю это бесчеловечно. Я считал и считаю, когда в 1916 году в Рево-Жанейро не допустили летников, то же самое такая ситуация. Я также высказывался на эту тему. И моя точка зрения не изменилась. А тем более, так скажем, гонения на советско-российский спорт начались ни вчера, ни сегодня. Я думаю, и закончится не завтра. Еще 2 марта возможность выступления наших паралимпийцев в Пекине не только сохранялась, но об этом было сказано прямо. Да, лишь как нейтральная сторона. Да, вне общего зачета. Без флага, гимна и прочих атрибутов. Но Россия будет выступать. В последний момент решение изменили. Двукратный серебряный призер паралимпийских игр Алексей Кузнецов считает, что основополагающие принципы олимпийского движения были нарушены. Итак, перевернуть ситуацию за меньше, чем за сутки. Это, конечно, о какой честности, о какой справедливости в спорте, олимпийском духе. Мы говорим о олимпийской хартии. Пускай они откроют, почитают, что там написано. Такое ощущение, как будто они не знают. Они должны выступать за спортсменов, защищать их. Если кому-то что-то не нравится, это не повод тут же идти на поводу и менять решение. Цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивной организации, внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствии какой-либо формы дискриминации, расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Олимпиада задумывалась и в наше время, и в восьмом веке до нашей эры, как площадка примирения, консолидации и объединения. Но как и прежде, так и сейчас идеально следовать. Или следовать идеальной формуле не получается. Игры – арена политической борьбы. Давний, но яркий пример – Олимпиада-80, в которой был объявлен бойкот. А нынешние события – продолжение уже устоявшейся нормы. Призер Олимпийских игр в Рио Екатерина Букина отмечает, ценность состязания может быть снижена из-за отсутствия сильнейших спортсменов. Воскресенские олимпийцы сходятся во мнении, что в Пекине наша команда была лидером. Нести такое, скажем так, наказание, тем более это Олимпийские игры, у многих это может быть один раз в жизни. И из-за такого не попадать – это, конечно, просто неисправедливо. Спорт всегда был вне политики. Спорт – это объединение народов, объединение спортсменов, дружба. И, грубо говоря, взять и правильно сказали, вычеркнуть самых сильных. Ну, интереснее побеждать у сильных. Но ищут, наверное, какие-то другие альтернативы для того, чтобы этого не произошло. Попранные надежды, обесцененное время, слом смыслов. А ведь для спортсмена состязательность сердцевина профессии – вообще все это отдельная тема. Особенно в контексте именно паралимпийского движения. Здесь спорт часто был способом обрести себя заново после пережитых трагедий и травм. Способ получить новую полную жизнь. Многие утратили возможность приблизиться к мечте в Пьенчане, а теперь потеряли ее. И в Пекине тоже. Восемь лет жизни в подготовке к заветному мгновению перечеркнуты. В чем виноваты спортсмены, справедливо вопрошают воскресенские олимпийцы. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, Новости Искровект.